В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сказка для детей и взрослых. Саровский драматический театр готовится к новому сезону. Мир не без добрых людей. Воспитанники Дэши номер два стали победителями международного детского фестиваля кино и телевидения. Осенний марафон 2019. Завершился ежегодный слет молодых специалистов ядерного центра. Далее расскажем обо всем подробно. Саровчанин обратился с заявлением об угоне своего автомобиля в дежурную часть. Мужчина на машине поехал отдыхать в бар. Прибыв на место, он припарковал авто в соседнем дворе. Проведя в баре какое-то время, Саровчанин вышел и отправился домой пешком. В своем дворе на привычном месте он не увидел машину. Решил, что ее угнали и поехал в дежурную часть. Уже в полиции он вспомнил, где оставил автомобиль. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Сразу три человека пострадали от рук неизвестных. Молодые люди отдыхали в одном из дворов города. К ребятам захотела присоединиться незнакомая компания. В ходе общения стороны не сошлись во взглядах и завязалась зряка. В результате побоев трое граждан обратились в приемный покой. Один с ушибленной раны нижней губы, второй с ушибом мягких тканей лица, третий гражданин от осмотра отказался. На дорогах на этой неделе произошло 10 ДТП, в трех пострадали люди. На малой коммунальной дороге на равнозначном перекрестке «Жигули-шестерка» не уступила дорогу «Ладигранде», которая приближалась с правой стороны. В результате ДТП водитель 1984 года получил телесные повреждения в виде перелома ребер. После осмотра врачом был отпущен домой. Водитель 1953 года рождения получил телесные повреждения в виде ушиба передней брюшной стенки. Также после осмотра врачом был отпущен домой. На улице железнодорожной водитель Ниссана, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево и врезался в мотоцикл, который ехал по встречной полосе. Мотоциклист получил телесные повреждения. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. На сцене Саровского театра идут репетиции спектакля, которым откроет новый 71-й сезон. Это будет лирическая комедия «Русский медведь». История о родителях, скучающих по занятым детям, об одиночестве и любви. Для детей актеры также готовят новый спектакль. Сказку по произведениям Сергея Козлова о «Ёжике» и «Медвежонке». Подробности в следующем репортаже. В Саровском драматическом театре полным ходом идут репетиции. Декорации, костюмы и реквизит. Почти все готово к началу нового сезона. Его откроют детским спектаклем, как «Ёжик и медвежонок протирали звезды». Режиссер Георгий Бобль взял за основу сказки Сергея Козлова. Собрал из семи, по-моему, сказок Козлова. То есть такая укомпоновка получилась. Про дружбу в первую очередь и про мечту. И про то, что надо ей, несмотря ни на что, все-таки следовать. В постановке режиссер рассказывает трогательную историю. О том, как однажды «Ёжик», «Медвежонок» и «Зайка» собрались вместе, чтобы посумерничать. Маленькие зрители вместе с главными героями услышат шелест травы и песню ветра. Увидят, как загораются звезды и парят облака. Постановка наполнена музыкальными и хореографическими вставками. Спектакль украсит воздушные декорации и множество световых эффектов. Спектакль про любовь, дружбу и мечту не оставит никого равнодушным. Для детей это веселое приключение, а для взрослых – возможность вспомнить детство и пусть ненадолго побыть с ребенком. Побродить тумани, послушать тишину и забыть о повседневной суете. Пару моментов я себе позволил вставить, скажем так, юмор, который дети, может быть, и не поймут, а взрослых хотя бы улыбнет. Сказочную историю, как ежик и медвежонок протирали звезды, можно увидеть в театре с 21 сентября. Артисты также выступят в детских садах города с короткой версией постановки. С сентября стартует еще одна премьера сезона от московского режиссера Сергея Кутасова. Лирическая комедия «Русский медведь» по пьесе Бориса Рацера расскажет смешную сентиментальную историю о детях и родителях, об одиночестве и любви. С 1 сентября срок действия транспортных карт с ограниченным сроком поездок увеличится с одного до трех месяцев. Также изменится стоимость льготных транспортных карт. Карта на 20 поездок по электронному комбинированному социальному проездному билету будет стоить 250 рублей. 40 поездок по льготной социальной транспортной карте обойдется в 500 рублей. Стоимость льготной карты на неограниченное число поездок в течение одного месяца – 800 рублей. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-68. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россиянам с инвалидностью начнут выдавать электронные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации. С таким заявлением выступили в Министерстве труда и социальной политики страны. Систему планируют запустить со следующего года. Сейчас ведомство готовит соответствующий законопроект. Одной из главных особенностей системы электронных сертификатов станет учет пожеланий самих инвалидов, которые сами смогут выбирать необходимые технические изделия и поставщика. В Сарове представили проекты, которые примут участие в онлайн-конкурсе «Вам решать». Его суть, напомним, заключается в том, что жители сами выбирают, на что стоит потратить субсидии областного бюджета в первую очередь. Наш город представил на конкурс четыре проекта. Зато Саров доступный, зато Саров яркий, городской лето в парке и современные площадки в каждый детский сад. Узнать о каждом из них подробно можно на официальном сайте конкурса «Вам решать». Там же с первого сентября начнется голосование, которое определит, какие именно проекты получат поддержку областного бюджета. С 28 по 31 августа в стрелковом тире «Авангард спортивной школы ИКАР» состоится открытый чемпионат Нижнегородской области по пулевой стрельбе. Участники будут соревноваться в точности стрельбы из мелкокалиберного и пневматического оружия. Кроме саровчан, в соревнованиях примут участие спортсмены из Нижнего Новгорода и Коломны Московской области. Воспитанники детской школы искусств номер два приняли участие в третьем международном детском фестивале кино и телевидении «Киносвет». Он объединил детей и подростков, которые интересуются профессиями в области кино и телевидения, профессиональных авторов детских фильмов. В этом году прислали около 400 работ из 29 стран мира. Саровчане представили игровой фильм «Мир не без добрых людей». Их произведение победило в номинации «Игровое кино». «Мир не без добрых людей» – так называется короткометражный фильм, который создали воспитанники медиастудии «Фристайл» детской школы искусств номер два. Ребята написали сценарий, сняли все на камеру и смонтировали. На фестивале Cinema Kids в Белоруссии фильм «Мир не без добрых людей» был награжден дипломом лауреата третьей степени в номинации «Лучший сценарий». На создание фильма «Мир не без добрых людей» ушел всего месяц. Снимать кино приходилось быстро и сразу на нескольких локациях. Пришли в торговый центр и как бы снимали там сцены, где мальчик просил подаяния. У нас для этого был из реквизита у нас была картонка с надписью, коробка. Мы, значит, всех рассадили и начали снимать. Рядом проходили люди и тоже, как бы, они не знали то, что это съемка, но они все равно проходили, клали деньги. И нас это приятно удивило. Фестиваль Cinema Kids проходил в два этапа – заочный и очный. Наочным ребятам предстояло за два дня написать сценарий к еще одному фильму, снять его и смонтировать. Каждому участнику была отведена своя роль в кино. Кто-то был актером, кто-то сценаристом, оператором и монтажером. Режиссером короткометражного фильма «День сурка» выступила Полина Забродина. Вот в эти два дня приходилось снимать очень много кадров. Тебе нужно было собрать всех актеров, они все разбредаются, как муравьи. Тебе приходилось их собирать, ставить на место, говорить, что ты хочешь от них увидеть, какие эмоции они должны показать. Всего в фестивале приняло участие более 300 фильмов со всего мира – России, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Литвы, США и других стран. Все работы можно посмотреть на официальном сайте фестиваля Cinema Kids. Завершился очередной сезон проекта «Библиотечный дворик». Все лето сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра готовили для ребят интерактивные программы, посвященные юбилеям писателей, знаковым событиям в истории и просто интересным фактам. Темой последней встречи стали дома и архитектурные стили. Азе архитектурного строительства, проектирование и дизайн стали лейтмотивом последнего в этом сезоне библиотечного дворика. По мнению сотрудников Молодежного библиотечно-информационного центра, эта тема интересна детям любого возраста, поскольку каждый ребенок в душе строитель и созидатель. Благодаря гибкому воображению и детсадовцы, и школьники могут разработать проект идеального дома, создать который подчас невозможно взрослому человеку. А сделать архитектурное занятие интересным и увлекательным помогли конкурсы, игры и книги. Вспомним, какие сказки, какие существуют домики. Они будут из пазлов выкладывать домики, вспоминать, кто в них жил, из какой сказки этот домик. Далее поговорим немного о несказочной архитектуре, как раз мы вспомним. Покажем им иллюстрации, например, Готического собора. А что это за стиль, в какое время жили, в какие века люди строили такие дома. Всего в этом сезоне сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра провели более 10 встреч библиотечного дворика. Дети познакомились с памятными датами, юбилейными событиями в литературной жизни. Библиотека «Римбитс» отмечает, что популярность их летнего проекта растет из года в год. По сравнению даже с прошлым летом мы заметили динамику в количестве присутствующих гостей. И это очень радует. Надеемся, что следующим летом к нам придет не меньшее количество. Это будут уже новые читатели, новые поклонники нашей библиотеки. Ну а мы постараемся для юных читателей и их родителей подготовить что-то интересное, увлекательное и познавательное. Артем посещает библиотечный дворик уже второй год подряд. Мальчик старается не пропускать встречи, ведь на каждой из них он узнает много нового и интересного. Знакомится с книгами, о которых ему не рассказывают в школе. Мне вообще понравились все дворики, но больше всего мне понравился дворик про шпионов, потому что мы готовились к нему и подбирали реквизит. Сейчас сотрудник «Римбитс» готовит программу, встречи и мероприятия на новый учебный год. На базе лагеря имени Гайдара прошел 10-й молодежный спортивный слет «Осенний марафон». Это одно из главных событий в сфере молодежной политики ядерного центра, который ежегодно объединяет представителей различных подразделений РФАТСНЕВ. В этом году в марафоне приняли участие 18 команд. Увлекательное спортивное состязание, в основу которого заложена команда образования. И сегодня здесь 18 команд из разных подразделений нашего ядерного центра. Праздник силы, ловкости и духа при поддержке комиссии по работе с молодежью правком РФАТСНЕВ прошел в 10-й раз. 250 участников собрались на территории детского оздоровительного лагеря имени Гайдара, чтобы насладиться спортивным соревнованием. К юбилейному осеннему марафону готовились особенно тщательно. Организаторы подготовили для сотрудников много сюрпризов. Водные аттракционы, праздничный салют, огромные деревянные кубики Никитина, которые создавались руками молодежной комиссии. В 10-й юбилейный мы действительно решили сделать праздничным и красивым. Была изрядка со звездой, которой мы очень долгие годы мечтали, и в этом году она у нас получилась. Были фейерверки, и был исполнен очередной раз наш гимн. И сегодня действительно больше, чем когда бы то ни было команд. Хочу сказать, что в 2009 году мы начинали с 5 команд, а в этом году у нас 18 команд. Хотя при расчете нашем считается, что больше 16 команд осенний марафон принять не может. Но даже здесь мы нарушили правила. После торжественного открытия капитаны получили маршрутные карты. Марафон традиционно прошел в два этапа. На игровых точках команды соревновались в беге, отжиманиях, прыжках и плавании. Далее молодых специалистов ждал команда, образующий квест. Традиционное завершение вечера, творческие номера и награждение победителей. Вовлечение в спорт, развитие креативности и сплочение коллектива – главные задачи марафона. С каждым разом желающих попасть на осенний марафон все больше. Гостями юбилейного слета стали представители ОКБМ имени Африкантова. Команда из Нижнего Новгорода участвовала в марафоне два года назад и увезла с собой массу положительных эмоций. У нас идет команда образования непосредственно своей командой, которая у нас представитель от предприятия. И когда мы соревнуемся, проходя данные этапы, мы не соревнуемся друг дружкой. У нас идет как бы просто веселье. Мы заряжаемся просто эмоциями. Ежегодно сотрудники атомной промышленности показывают слаженную работу и выносливость в различных испытаниях. Несмотря на спортивный азарт и конкуренцию, команды помогали друг другу на всех этапах марафона. Делали забавные фотографии и делились впечатлениями. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. До окончания 71-го чемпионата города по футболу осталось несколько недель. Лидирующее место в турнирной таблице занимает команда «Искра Юнайтед». В ее активе 25 очков. Немного уступает и «Вымпел». На третье призовое место претендует сразу несколько команд. Подробности далее. Подходит к концу второй круг чемпионата города по футболу. В очередном матче сошлись «Энергия», в состав которой вошли игроки обеспечения «Рафятсвнеев» и «Арсенал». Эти две команды – давние соперники. Сейчас они находятся в середине турнирной таблицы чемпионата. В ту и другую сторону есть и острые атаки, и хорошие проходы, красивые комбинации. Судя по очкам, судя по таблице, и игре ни у нас, ни у соперника, на данный момент нет шансов победить во второй группе. Сейчас «Энергия» испытывает проблемы с игроками. Есть травмированные. Часть спортсменов разъехались в отпуска. Мало защитников. В основном на поле выходят нападающие. И здесь на помощь приходит поддержка и взаимовыручка. Командная игра как-то сложена. В одном матче один, в другом другой. То есть, ну, командой стараемся играть. В данном матче вот сейчас уже несколько раз вратарь отличился и спас команду от неминуемых голов. Двух, скажем так. После первого тайма счет на табло показывал безголевую ничью. Затем «Арсенал» забросил мяч в ворота соперника. Получив преимущество, игроки бросились в атаку с новыми силами. Пока низкая реализация моментов углевых, но моменты создаются. Я думаю, дальше нормально все будет. Дальше забьем, создадим, забьем еще. И повезем в итоге. В результате матч закончился победой «Арсенала» со счетом 4-2. Сейчас команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата города. Игроки настроены бороться за призовое место. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин